День первокурсника 2021 Что ж, предпоследний, а точнее предкрайний день фестиваля в Казанском федеральном. И сделать этот день не имеющим себе равных выдалось Институту физики, а также Институту вычислительной математики и информационных технологий. Тимофей, помашите ручкой, пожалуйста. Спасибо. Можем приступать к просмотру. Я, конечно, понимаю, что физики — люди серьезные и прагматичные. Но все же, зачем с негатива-то начинать? Слушай, в любой момент может произойти что-нибудь нехорошее. Мне на голову может упасть что угодно. Тебе на голову камень. Он меня убьет. На самом деле ребята сделали интересный ход. На фоне остальных институтов, у большинства которых в приоритете были жизнерадостные и легкие номера, физики решили затронуть серьезную тему. Ребята рассказали нам о проблеме, с которой сталкивается, наверное, каждый из нас. Это история о человеке, строившего вокруг себя воображаемую стену. Но зачем? Да потому что мир не так уж и прост. К сожалению, любой может взять и кинуть в себя тот самый камень. Ты серьезно хочешь выгнать меня из-за меча? Все, что нужно было сделать, выкинуть его. Уходи. Мне все равно, что там с тобой случится. Да пожалуйста. Вот если на землю упадет очень-очень большой камень, эти стены тебя все равно не спасут. Первокурсники института физики мастерски окунули весь зал в атмосферу рефлексии. В голове начали появляться вопросы, к которым самостоятельно ты вряд ли пришел бы. Состояние укрепляли также подобные танцевальные и вокальные номера, от которых не то что мурашки по коже пробежали, а на мгновение остановилось дыхание. Всегда хотел быть первым, видя в шапке прислуги. С любовью рвусь и пыль нервы, и сзади связаны руки. В окне ребенок с гитарой все взрослые. Это дети, которые находят покой в далеком лете. И полная луна подскажет, до чего сердце так горит. И лишь когда мы вместе, весь этот мир для нас двоих. 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 Время идет, детские мечты начинают казаться глупой выдумкой, и ты все больше чувствуешь себя рядовым, маленьким человеком. Но знаете, что главное? А главное то, чтобы в сложный жизненный момент рядом с тобой оказался человек, который поможет тебе сломать эти стены и стать самим собой. До ужаса простая, но такая важная мораль. После, как обычно, затянувшегося 20-минутного антракта приступаем к ВНИТУ. Ребята подсказали мне классную идею для организации работы в любой компании. Тупо берешь и ставишь счетчик ошибок сотрудников за год. После 999-й, лишение премии, например. А что будет после тысячной ошибки? Кто-то плохо слушал мою гениальную запись. Тогда все отделы перестанут работать, так как генератор отключится и все. Хотя нет, плохая мотивация. В отпуск-то все хотят. Увлекательная история тут разворачивается. В отделе, где никто и никогда не ошибался... Да, вы поняли. Короче говоря, весь мир под угрозой исчезновения. Что делать, никто не знает. Именно поэтому я предлагаю послушать классный кавер на песню Артема из Новосибирска. Ты горишь, как агония. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ты как агония. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Насколько же велико было мое удивление и восхищение, когда на сцене я увидела грациозную девушку в пачке и пуантах. На танец все смотрели с открытым ртом. И эти номера далеко не единственные. Заслуживающие внимания. Не верите? Сейчас покажу. Это мой стиль. Это мой стиль. Мой стиль. Мне нужны цветы и подарки. Не важно мне авто, какой марки. В общем, респект ребятам, что все-таки спасли мир. Давайте заключительную песенку в студию. Сочиняй ты же сам сценарий. В своей жизни будь верен. Все же неспроста. Да, лишь один звук. Все поменять. Посоль и идти до конца. А вот и все. Шестой день позади. Осталась заключительная страница дневника, которую ни в коем случае нельзя пропускать. Поэтому оставайтесь с нами. Ведь мы вас очень сильно любим и всегда ждем. Ах да, с вами была Надежда Мещерякова. Можно мой титр хотя бы, пожалуйста? Спасибо. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok